Всем доброе утро! Я такая чуть-чуть жирненькая на лицо, потому что помазала себя разными маслами, кремами и бальзамами и всем чему-то такому можно. У нас где-то 3 часа дня, и Никита только недавно проснулся. Мне надоело, и я его разбудила, потому что офигеть, я проснулась в 10, играла в телефон, сидела в телефоне до того момента, пока он у меня не сел, хотя он был почти заряжен, поэтому было 70, по-моему, процентов. В итоге у Никиты был будильник на 12, я думаю, ладно, полежу с ним, посплю еще часок. Заснула, он проснулся, переставил будильник, и в итоге уже почти 3 часа, и говорю, эй, алло, встаем. А он еще не хотел вставать. Пожаловалась, короче, на тебя, Никита, понятно? Вот. Думала, что вчерашний влог не буду выставлять, потому что очень мало всего мы наснимали. Целый день я лежала на кровати, смотрела 4 сваевы, Никита сидела в компьютере, играл в какую-то игру, и я думала, что нет смысла выставлять. Да, играть начал только в 9 вечера, ты, привет. Ну, а что ты там в компьютере делаешь? Да я не знаю, я ничего не делал, а день закончился, я такой, блин, сижусь играть в 9 вечера, нормально вообще, нет? Ну, вот. Капец какой-то. И, короче, я думала не выставлять, но там что-то 4 минуты набралось, думаю, ладно, хотя бы 4 минуты выставлю, потому что если мы сейчас начнем так вот не выставлять в блоге, это войдет в привычку, и в будущем мы тоже не будем выставлять каждый день, правильно? Хоть чуть-чуть, но что-то мы выставим. Ну, какой был день, такой и влог, как говорится. Я сейчас поставила вариться пшенку, будет у нас молочная пшенка сладенькая, на завтрак, который в 3 часа дня. И потом Никита ждет, пока придет его мама, чтобы помочь ей там с каким-то проектом, после чего Никита, наверное, сходит в магазин, да? Нет, никуда я не пойду, эх, так не сейчас, но ты пойдешь. Ну да, ладно, я схожу, может, в магазин, и Никита будет писать дипломную работу. Да. Ой, ребята, наконец-то взял топ-1 в Call of Duty Warzone, причем играя в соло-режиме. Сколько раз я был близко к этому, топ-3 я в основном брал, сколько мы уже играем, неделю-две, и ни разу не получалось, и сейчас, наконец-то. Наконец-то получилось, я даже хайлайт записал с этим моментом, на всякий случай, пусть будет. А то же не поверят, надо будет предоставлять доказательства. Кристина сегодня вроде как будет делать бургеры, должна пойти в магазин, сидеть, что-то там смотрит. Кристина, ты что там смотришь? Четыре свадьбы. Ай-ё. Ой, что-то жду, пока мама придет, она там гуляет с малым, и жду, пока она придет, скажу, позвонишь и помочь ей проект сделать. А то она там, у меня с компьютером тяжеловата, что-то все, она не приходит, какие-то текста шлют, ничего не понятно, что. Ну, посылают, что-то непонятно, что. Короче, ждем, сейчас будем помогать матерям. Пришла я на кухню, сейчас буду готовить котлетки с макарошками, так картошки у нас нет. Не пойду сегодня в магазин, потому что плохо себя чувствую. Завтра магазин открыт, и может завтра схожу. Может с Никитой, может без. Вот, Никита заказал мышку беспроводную. Подороже, чем та, которую мы хотели, да, в два раза она дороже. Но она беспроводная, и фирма какая-то? Какая, Логитэпш? Ну, уже такая, она мне, она ведь через то, что беспроводная, она дороже, и внешняя. Ну, фиолетовая, такая, как ноутбук. Но я думаю, она и, типа, и фирма хорошая из-за этого, потому что ту, которую я заказывала, там неизвестная фирма была, проводная какая-то немножко. Вот так. Так, сейчас буду замачивать хлебушек на котлетки. У нас хлеба, блин, немерено. Треба, исты. Чай с каким-то кофе нам надо пить. Потому что, смотрите, у нас раз пакет, это тот, который мы ещё в Кауфлэнде купили. Два, ну, ещё не закончился. Кстати, можно. Два пакета, ой, пакет говорю, хлеб, который мы тоже в Кауфлэнде ещё давно купили. И это в Бедронке Никита покупал. Но я не знаю, в чём прикол этого хлеба всего, но он не портится вообще. Сколько он? Я помню, с чего я делал. Да, я помню первый год, когда жила в Польше. И тоже купила себе тостовый хлеб. Я ела его на протяжении недели. То есть делала себе бутерброд из одного кусочка каждое утро. То есть семь кусочков у меня ушло за неделю. И я побоялась. Думаю, блин, странно, что он даже не начинает присневеть, ничего и выбросила. Он, ну, типа, нормальный был. Ну, потому что побоялась. Так, берём яичко, молочко и готовим котлеты. Кристина не даёт мне играть в компьютер. Сейчас сделала. Молоком будем пить. И чё, кофейном? Да? Да, ты сделаешь. Я на спорте. Модная. Смотрите, какой спорт. Ну-ка, покажи лицо. Да, вот это. У-у-у-у, качок. Ну, вообще. Спортсмен. Ну, нормально у меня там мышцы, что-то это. Нет, ничего. Парсак. У тебя уши торчат, смешно. Какой эльфик? Ну, блин, всё. Что всё? Операцию будем делать. Не будем. Будем. Да, тебе не нравятся мои уши. Нравится. Я же сказал, какой эльфик. По-моему, у них красивые. Нормальные. Фирменный чек с молоком. Пришла я умываться. Купила себе вот такой вот гель. Он как бы для комбинированной и жирной кожи. Но он с такими вот, типа песочком. Был ещё без этого песочка для нормальной кожи. У меня как бы нормальная, но я взяла такой, потому что хочется мини-скраб. Сейчас буду умываться. Как раз ложиться спать. Уже 2 часа ночи. Не знаю, подходит мне этот мини-скраб или нет. Потому что после умывания у меня вот здесь вот на щёчках не в испании. Типа краснение немножко такое красненькое становится. Не знаю. Даже сейчас чуть-чуть есть вот здесь. Вот здесь такое розоватое. Не знаю, может, он мне просто не подходит. Либо из-за того, что я отвыкла пользоваться такими всякими вещичками, я обычно просто умывалась водой. Очень давно не использовала всякие пенки и всякие вот такие скрабы, умывалки. Может, поэтому кожа так реагирует? Не знаю. Посмотрю. Если в течение недели так будет продолжаться, то, наверное, перестану им пользоваться. Хотя состав всё хорошее, как бы всё проверенное и как бы... Ты мне вроде нормальная. Не знаю, может, именно мне не подходит. Буду сейчас умываться, стелить кровать и уже ложиться спать. Не знаю, или Никита будет уже ложиться спать. Знаю, что он прошёл игру. Поэтому, возможно, тоже. Но мы знаем это, когда я выйду из банка. Никита смотрит, не знаю, либо фильм, либо какое-то видео, отрывок из фильма. Я уже ложусь спать. Никита сказал, что тоже скоро будет ложиться. Так светит. Жалко, что не солнце. Я умылась. Намазала губы бальзамом, чтобы не сохли. И взяла телефон зарядкой. У меня сегодня целый день стояло на зарядке. И я, по киньсу, за целый день ни разу телефоном не пользовалась. Потому что ВКонтакте можно посидеть через ноутбук. Ютуб на ноутбуке. Инстаграм тоже можно через ноутбук сойти. И, короче, телефон вообще сегодня в руки даже не брала. Утром поставила на зарядку. Я его только сейчас сняла, чтобы утром не вставать за телефоном, а проснуться и сразу на дно. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем до завтра. И пока-пока.